всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала ну и все как сразу догадались увидел за мой за за моей спиной такой вот ковер все сразу же поняли что речь пройдет про спиннинги и сегодня у меня на обзоре будет вот такой вот спиннинг это новинка блэк холла 2017 года называется он гектор вот длина у нас спиннинга у нас 228 2 метра 28 сантиметров и его тест 416 от 4 до 16 играм как видно по тесту то видно что спиннинг является легким он не является ультралай там но является по сути дела лайтом вот может чуть-чуть превышает тест лайта вот вот такой вот упаковочке вернее в таком чехольчики спиннинг но спиннинг сам по себе недорогой цена этого спиннинга 6000 рублей этого в моем понимании но я думаю в понимании и всех дальневосточников 6000 рублей это бюджетная категория спиннингов можно отнести так ну что можно сказать по чехлу чехол конечно тут качеством я бы сказал не блещет никаким за эту ценовую категорию и похвалить тут уже никак качество у чехла я уже однозначно не могу обыкновенная вот это вот даже не знаю как он спинчбоп или как там андрей мне говорил эта ткань называется вот вы допустим китайцев покупаете там подушки одеяло там чехлы там для машины да и у них вот все в таких вот как бы да ну сумочки такие сделаны вот они сделаны из такого дешевого материала спинчбоп или как мы могу ошибаться то андрей мне что-то такое сказал у меня на слуху что-то крутится вот скажем так вот как у всех китайских вот этих ширпотребов из такого материала дешмановского сделан вот этот вот чехолчик но чехол сделан конечно грамотно имеется два кармашка таких для кумля и соответственно хлыстика да сам как бы сказать клапан сделан у нас таким образом и крепится на липучке обшитом вот таки вот красной тканью принципе так вот смотришь все прошито никаких таких замечаний по качеству прошивки нет но материальчик сам конечно примитивный вот ну давайте посмотрим что там внутри я конечно не удержался честно сразу же скажу и взял новинки то есть я для себя выбрал путь да по которому я иду соответственно я мимо не пропустил для себя вот эти вот новиночки от black hole охота попробовать все надо попробовать и соответственно спиннинг такой недорогой да соответственно можно спокойно его приобрести и заценить в принципе что я и сделал вот ну давайте посмотрим поближе как он выглядит вот давайте вам покажу уважаемые вот называется спиннинг гектор ну все знают кто такой гектор это из древнегреческой мифологии это как бы сказать предводитель троянского войска до гектор вот разнесенная ручка такая вот такой катушка держатель задней гайкой вот все характеристики черный бланк такого здесь у основания здесь видны все его характеристики кольца у нас кавер сик концепции до модные такие кольца в современных спиннингах это корсик вот они сделаны и вот сам бланк он у нас негольный да видно что бланк покрыт вот таким вот напылением металлик вот такого цвета ближе к чему-то морскому до донному морскому что-то вот такой вот металлик видно как у нас примотана кольца такой вот очень неплохой стык вот ну а думаю все мы уже более подробно рассмотрели как он выглядит этот спиннинг вот ну и что могу сказать если вот так вот посмотреть в принципе за эти деньги за 6000 рублей качество спиннинга как всегда у блэк холла очень даже хорошая за эти бабулеты прикольно чтобы он покрыт вот это вот таким вот не знаю как правильно краска или лаком таким с металликом с таким цветом морским такой весь такой как бы блестит прикольный кольца новая понятно что кольца никаких маркировок что fuji здесь и нету ну и само собой надо понимать что за 6000 рублей что можно ожидать ну давайте что скажу по стыку стык как всегда очень на высоте можно так а двумя пальчиками спокойно вставить видите всего двумя пальчиками пальчиками кнопку и видно что никакого стука слышно какой свист до как он гнется да все по звуку должны понимать и никакого стука в этом соединении абсолютно нет также это можно вот так вот с помощью двух пальчиков смотрите разъединить легко и непринужденно тут конечно по качеству стыков не добавить не убавить думаю всем все было продемонстрировано все видно все это на высоте спиннинг обладает таким невнушительным тестом как от 4 до 16 грамм и соответственно длина его два метра двадцать восемь сантиметров ручка из елая с нижней гайкой закручивающей с нижней закручивающейся гайкой да вот и дизайн вполне себе такой ну интересно можно сказать вот все сделано на высоте хорошие кольца хорошая промотка колец есть некоторых местах что как бы можно сказать в моем понимании некоторые кольца вот одно кольцо я вижу что недомотана наверно в районе миллиметра лучше чуть поменьше миллиметра до sedan чуть поменьше миллиметра вот одно кольцо я нашел что но не дома данная до 1961 это в одно кольцо уважаемые недомотана и что могу сказать вообще по промотке колец некоторые кольца видно что они криво как бы сказать примутана или согнуты даже его можно вот так вот раз как бы поправить и подогнуть чтобы она стояла ровнее понять не могу то ли его видно когда мотали и загнули то ли примотали кривовато но там вся проблема решается взять его как бы сказать и подогнуть есть маленькие как бы стать огрешечки при сборке это вот некоторые кольца тут примутана кривовато да ну не сильно так незначительно вот я как бы вижу опытным взглядом а кто-то может быть и не придаст этому значения и одно колечко не дамут она все остальное за эти бабулеты за 6000 очень-очень даже уважаемые неплохо сделано особенно по стыку и именно по ручке видим что если так держать тот сама ручка до конца до самого локтя в принципе для такого спиннинга с тестом до 16 грамм такая вот длинная ручка это более чем вот так а может быть даже это какой-то можно сказать мавитон что ли ну перебор да как бы сказать неприличный как бы сказать тон для спиннингов с таким тестом с маленьким до 16 грамм такую длинную ручку но я скажу в этом кроется определенная суть момента дальше я про нее вам расскажу вот а так в принципе все как бы удобно ну давайте взвешиваем навес посмотрим сколько эта палочка весит традиционно так 200 117 117 до 117 грамм не добавить не убавить весь палочки уважаемые 117 грамм в принципе палка не тяжелая очень хороший вес но кто-то может сказать что вот с такой длиной до 16 грамм можно взять палку там меньше 100 грамм да можно взять но как я скажу в этом тоже есть уважаемый определенный смысл видите как я хитро улыбаю и значит что то я буду рассказывать очень интересно а может быть даже и показывать вот я же не просто так зарос вородой значит где-то долгое время я отсутствовал отсутствовал я уважаемые в тайге и конечно все понимает что такого не может быть чтобы уже сезон открытой воды я рассказываю про палочку и конечно ей не порыбачу конечно снят очень интересный материал вот я прям даже в улыбке расплываюсь и от этого говорю есть вот такие вот хитрые моменты и оказывается на практике они мне очень очень понравились и половью такой легкой палочкой уважаемые как от 4 до 16 грамм я рыб по западным мерках очень больших ну и в принципе очень маленьких вот так вес палочки 117 грамм так ну давайте ее состыкуем и смоделируем как она вообще выглядит на конечно вспоминания провели мы в тайге пять длинных дней четыре ночи и пять дней я посвятил этой палки уважаемые вот от этого я так спокойно про нее буду рассказывать вот как я вам говорю кольца у нас кавер концепции да сиковские стоят материал ручки его все очень качественная как еще раз напомню возвращусь к претензиям одно кольцо недомотанное некоторые кольца кривовато но на практике я уважаем этого не заметил не на маленькой рыбки и даже не на крупной вот сам производитель как бы позиционирует этот спиннинг больше как для джика до живым кончиком да но тут надо одно добавить конечно вы знаете это как можно сказать каждый производитель можно говорить про одно и то же например да каждый спиннинг до каждая фирма говорит что у него марка графита такая 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 но у всех фирм они почему-то разные то есть нет какой-то единой единицы измерения стандарт оси до какого-то нету что так вот килограмм килограмм в африке килограмм сантиметров в африке сантиметр то есть эти все их не маркировки и значения они под единую систему единиц измерения под гос стандарт или под метрологический стандарт они не попадают от этого Все по-разному Вот это вот я сейчас и подвожу к чему Его производитель позиционирует этот спиннинг именно как четкий джиговик С играющим живым кончиком Ну я вам сейчас наглядно это все, думаю, продемонстрирую И всем будет понятно, что у него кончик не просто кончик играющий А он у него при изгибе, при кистевом ударе облокоть Он может изгибаться прямо до середины Что подводит его к более медленному строю И понятно, что это из рамки джига Он, конечно, переваливает в более универсальный строй И уходит к лососевым, понимаете Конечно, когда я его покупал, думаю, джиговик Думаю, ну что думаю, как тут не шибко мне джиговики нужны А оказалось, спиннинг меня приятно удивил Что производители чуть-чуть неправильно его позиционировали Но это опять же мое уважаемое личное мнение Я порыбачил 5 дней им в тайге Ловил нашу рыбу лососевых пород И мне очень-очень понравилось А вот строй, я бы сказал, у него Вот строй, вот если взять быстрый строй То он с какой-то грани начинается Там сверхбыстрый, да, там среднебыстрый Ну и медленно-быстрый То я бы именно позиционировал этот строй как медленно-быстрый То есть строй уходит ближе Это такой вот именно лососевый строй И я вам сейчас покажу при этом ударе Что в спиннинге сгибается почти до самого колена Не какая-то там макушечка, как у джиговика Да, там сантиметров 30, может быть 40 А он вообще тут полностью Ну, когда я тебя померил Вот метр у мужика, да Да, вообще целый метр сгибается при кистевом ударе А блокать, конечно, тут ни об какой вершинке речи нет Давайте это все сейчас уважаемое посмотрим Я чуть-чуть отодвину стульчик, да, с этими, чтобы не ударить с весами И сейчас вам на видео покажу, если это будет заметно Вот Да, вот идет изгиб При ударе вот в этом вот месте Это практически метр То есть все сразу же понимают, что Тут не просто играющий кончик для джига Это половина играющая С всего спиннинга Да И при забросе он себя ведет точно так же Понимаете, когда замах идет Грубо говоря Ну, а вот честно скажу Это мы сейчас смотрим, как бы, его динамику, да А вот при статике, при вываживании Он реально, как бы, побыстрее Вот У него такой, получается, строй, как бы, вот сказать Там, при замахе При, как бы сказать, при Ну, вообще, как бы, при замахе, при ударе, да В динамике он вот такой, как бы, ближе к лососевому А при вываживании он становится более такой коловатый И всю такую параболу, как бы сказать, при вязании он не делает Он достаточно мощный комель такой И от этого мне довелось это испытать И работал я, как и с линками, да, небольшими Так пришлось мне работать и с тайменем Реально получилось, что на такой легкий спиннинг до 16 грамм У меня попались очень крупные таймени Вот Да, давайте посмотрим оставшиеся фотографии После этой поездки, что осталось Потому что мы первые три дня Мы вообще на видеокамеру с Андреем ничего не снимали Потому что надо когда-то отдыхать Устал я, конечно, от этих всех видео Следить за этими камерами Что-то включать, что-то напрягаться Просто охота отдохнуть От этого первые три дня мы ничего не снимали И у Андрея случайно оказался свой телефон Он тоже его не планировал взять Потому что в тайге его можно потерять, утопить Он оставался на базе Но Андрей его взял И некоторые моменты поклевок этих тайменей Были зафиксированы на его мобильный телефон Были некоторые зафиксированы фотографии Но потом мы когда собирали все вместе вечером Под крепкой кружечкой чая в кругу Друзей, все эти фотографии, видео Все смотрели, как это происходило Соответственно, материал был утерян Вот Ну, в принципе, мы даже и не рассчитывали На этот материал, что снимались Ну, давайте вот Хотя бы вам покажу там пару фотографий С пойманными там тайменями Которых вылали вот этот спиннинг Ну, вот я думаю Фотографии вам понравилось Это все, что было зафиксировано И осталось с этой поездки Вот Не удивляйтесь, да Вот таких тайменей Спокойно Были тайменей и больше Это то, что осталось, как бы сказать Ну, с фотографиями Были рыбы и больше С которыми справился этот спиннинг, уважаемый Вот по факту такая вот история И, честно скажу Сразу же Он меня чем приятного удивил То, что вот эта вот Длинная ручка Я теперь вам расскажу Она вот, видите Аж за локоть выходит, да Она давала мне такой хороший рычаг Вот, как бы при забросе То есть Получался очень хороший заброс А работал, я вам сейчас скажу С воблерами Которые были на нижней границе теста А нижняя граница теста Это у него 4 до 16 А я в основном работал приманками В районе 4 грамм И меньше То есть Это такие воблеры, как Минишед Это такие воблеры, как Пиколина Это такие воблеры, как Ну, сами понимаете Это как чип, да То есть Я работал очень маленькими Практически там Ультралайтовыми воблерами И на них клевали Вот такие вот Таймени И, соответственно За счет вот этого рычага И за счет вот этого Такого строя Как я говорю вам, да Как бы В динамике Ближе к лососевому Он изгибается К середине, да Я смог Шнуром 0.17 А по факту 0.2 Выкидывать приманки Меньше 4 грамм На нужное мне расстояние Не чувствуя себя Абсолютно ущербным Я кидал под берег Докидывал Все оно ложилось Прям как надо Очень сложно Гектор Позволяет мне Закинуть поколина Очень точно Под самый берег И Подтвичить его Весеннему Ленивому линку Хороший спиннинг Хорошо работает на рыбе Делает Хорошие точные забросы Вот Под самый бережок Нашли мы с Андрюхой Такое местечко Со сливом Вот Высокоточный бросок Андрюхи Второй высокоточный бросок Покровка, да? Очень точно И Очень-очень хорошо Кидучий спиннинг Вот это надо отметить Блэхоу правильно его позиционирует Фирма Коэкс Как бы сказать в описании Что спиннинг Очень-очень чутко кидает Сделана вот эта длинная ручка И вот этот вот бланк Который изгибается При кистевом ударе Почти до середины В динамике Он позволяет Выкинуть вот так вот Прям вообще четко Воблер Я думаю Это мы сейчас Все чуть-чуть попозже Посмотрим И соответственно Хорошо было Подсекать А как я вам говорю Что в статике При уваживании Спиннинг Начинается делать Более грубым Более жестким От этого Он мне позволил Делать неплохой Твичинг Этих воблеров Скажем так Подергивать Или Проводку Стопангоу делать И хорошо подсекать И честно скажу Когда клевали Маленькие леночки Там грамм Даже по 300 Я очень четко чувствовал Вот эти вот Воблеры Которые Минишет Пиколина Которые там В районе 4 грамм И ниже шли Камни там ударяли Я все четко чувствовал Это все в руку Да И когда клевали Ленки Прям такая Буф Удар Все четко Чувствовал Маленький леночек взял И когда клевали И таймини Достаточно крупные Я не чувствовал себя Ущербным При вываживании Понимаете Я просто думал Что сейчас палка вся Тут провалится В соплю Да То есть все Блин У меня не будет сил Ничего Управлять этим тайминем И останется Только ждать Там считанные Десятки минут Мучительные Когда этот тайминь Измотается Такого с этим спиннингом Не произошло Я полностью мог Управлять Этими тайминями Я Конечно работал С фрикционом Да Шнуром 0.17 Но по факту 0.2 Мне позволял Это делать Чуть-чуть борзеть И когда я выводил Эти тайминя Я даже не чувствовал Что вот этот спиннинг До 16 грамм И в то же время И с маленькой И с большой рыбой Он работает Очень приятно И позволяет Ощущать кайф Всех этих поклевок Как он нагружает Эта рыба Спиннинг Как он кидает Как он работает Отрабатывает Ну Что тут говорить Классно Ну Давайте посмотрим Кое-какое видео Чтобы не быть голословным Я думаю Вам интересно будет Посмотреть Кое-какие моменты Работы этого спиннинга Давайте посмотрим Уважаемые Вот Еще один Красивый Леночек Спиннинг Есть Ой У Андрея Сразу же поклевка В прямом эфире Вот они Линяры Спиннинг Блэкхолл Гектор Сегодня со мной У Андрюхи Блэкхолл Мэджик Бриз И мы тянем Дуплетом Двух линков Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй Ох ты Ох ты Ты смотри Какой Шустрый Весенний После нереста Ой-ой-ой-ой Как он забегал Но Гектор Ох как головой третет Ой-ой-ой Какой Ой красавчик Ты где так научился А? А? Подожди Подожди Андрей Ну не души Ты его так Выпускать же будешь Я не душу Я наоборот держу так Чтобы не поранить А вот что у меня за воблер А воблер у меня Ютума Пекалина Ох Красивый А какой Сильный Ой какой Как он бегает Шустро как бегает Как сопротивляется Дикий ленок После нереста Он отошел Иди сюда Красавчик Ох Вот это да Вот он Ютума Пекалина Только вот на такие воблеры Клюют вот такие вот Большие Жирные Жирные И очень красивые Ленки Хо-хо-хо-хо Давай сейчас я тебя освобожу Ленок Заглотил ты конечно хорошо Очень даже Вот он Пекалина Ну а конечно Такому красавцу Мы подарим свободу Иди красавец Гуляй Спасибо за поклевку И двух дуплетом Выпускаем Ох Как сигану Ха-ха-ха Ну вот я думаю Уважаемое Видео вам Понравилось Там можно было Все самим Увидеть Как это все происходит С своими глазами Все думаю Окунуться чуть-чуть В этот Как бы сказать Не 3D конечно Но чуть-чуть Виртуальный мир сказки Ну я так образно скажу Ну и давайте Теперь посмотрим Какой баланс У этой палочки Ну вот Сакцентирую внимание Специально Для определенных людей Катушка Стелла Десятого года 2500 Поняли да Ну давайте Набычьтесь там Подумайте Что я вот Пендриваюсь Там все такое Давайте Давайте Подразню я вас Чуть-чуть И давайте Посмотрим Какой В этой Катушечке Баланс Вернее В данной Катушечке С данным Спиннингом Балансик Ох Смотрите Как Красавчик Да Это просто Практически Идеально Смотрите Где висит Бортик Шпули Находится И где Палец Вот расстояние Наверное Всего Сантиметр Идеальный Спрашивает Какой Вес Катушки Катушки Балансировался С этой Палочкой Сейчас я вам Уважаемо Подскажу Сейчас мы Просто Измерим Вес этой Катушки Со шнуром Боевом Состоянии А вес Катушки 235 Грамм То есть Видим Что На данный Спиннинг Катушку Весим 235 Грамм Можно Весать И у вас Будет Практически Идеальный Баланс Я думаю Наверное Можно Начинать Там 210 Я думаю Вот в этом Диапазоне Сюда Будет Вставать Катушечка И Выше И чем Больше Она Будет Весить То Соответственно Тем Лучше Будет Баланс Но Многие Думают Что Почему Стелла Это Какая То Черная Субъективная Материя И он На какой Спиннинг Не став Она Специально Под каждый Спиннинг Сама Изменяет Вес Чтобы Отбалансировать Нет Конечно Уважаемая Стелла Такими Фантастическими Условиями Пока Еще Не Обладает Еще Раз Напоминаю Вес Катушечки 235 Грамм И он Идеально Встает Этот Вес Именно С Этой Данной Катушечкой Посмотрим Ну Что бы еще Сказал Какие Были Маленькие Неудобства При Вываживании Рука Болит Пипец В локте Что-то Не знаю У Андрохи Кстати Тоже Вот Когда Обычно Делаешь Вываживание То Заметно Нижняя Гайка Которая Закручивается Рука Спадает На голый Бланк Видите Часть Руки Ложится На голый Бланк Это Мне Неприятно Было На Пороге А Здесь Подкладочек Тут Рюшечек И как бы Рука В этом месте Шорка Неприятно Вот этот момент Мне не понравился Нужно было бы Наверное Здесь Гайку Продлить Хотя бы На пару Сантиметров Было бы Наверное Приятнее Когда бы Скажем так Подушка Руки Лежала бы На Мягеньком А так Отличный баланс Отличный Заброс Отличный Интересный Строй И Именно Для Лососевых Рыб Очень Очень Понравилось Мне Так что Считаю Такие Палки Можно Применять Очень С хорошим Успехом При Ловле На Горных Реках Лососевых Рыб Ну Думаю И не Только Вот Уважаемые Конечно С этой Палочкой У меня Это Поездка Конечно Такие Очень Яркие Приятные Воспоминания Я Доволен Как Словно Если Можно Так Выразиться Спиннинг Меня Конечно Удивил Не ожидал Я От спиннинга В такой Ценовой Категории 6 Тысяч Рублей С таким Строем От 4 До 16 Грамм И как Его Позиционировали Ближе К джиговому Не ожидал Я таких Интересных Результатов От этого Считаю Спиннинг Получился Очень Интересный И С таким Строем Он может Быть Очень Даже Универсальным И Очень Неплох Отвечу Маленькие Воблеры Ну Вот Кстати Один Из Воблеров Просто Когда мы Собирались Я по-быстрому Положу В чехол Вместе С катушечкой Сейчас катушечку Разбирал И вот Вот этот Герой Герой Воблер Который Очень жестко Видите Я его прям Обрезал Прям Со шнуром С застежкой Вот Видите Это Мини Шед Запомните Это убийца Ленков И таймений Несмотря На свои Размеры Это просто Убийца Вот Несмотря На то Что таймений Некоторые Были За 10 Килограмм Что в нем Они находили Я не могу Понять Меня это Тоже Удивило Может это Просто После весенней Нерестовый Период А может быть Какая-то рыба Да Еще какая-то рыба Нерестилась Вот От этого Может быть Они Предпочитали Что-то маленькое Чтобы сильно Не тратить Свою энергию На атаку Рыба вся Стояла На мелководье Именно И соответственно Как не кстати Эти воблера пришлись А там Еще был Пиколено Вот И в конце С концов Я потом Этот воблер Даже убирал У себя Потому что Его рыба Хватала Так жадно Вот это вот Минишет И так Натурально Как настоящего Малька Что у меня Были очень Большие проблемы Чтобы потом Освободить рыбу От этого воблера От этого Очень жесткие поклевки Очень сильная Травмированность рыбы Даже была При применении Этого воблера То есть Вот Что я могу сказать От этого А потом Даже от него Ну как бы Стал его Избегать Как бы сказать Ловить этим воблером Потому что Очень большие проблемы Чтобы освободить рыбу Рыбу мы всю выпускали С Андреем Вы не поверите Даже домой ничего Поджарить не взяли А рыбу было Вот так вот Короче Вот Ну Это вот такой Интересный Уважаемый Рассказ Про этот спиннинг Не знаю Может быть Я еще что-то не рассказал Но спиннинг Очень классный Кто вот именно Рыбачит на горных реках Рыбачит лососевых рыб Я вам очень-очень рекомендую Кто еще будет использовать Твичинг воблеров Рекомендую Эту уважаемую палочку Ну вот На этом моменте Уважаемый Приходит это видео К концу Все кому понравилось Ставьте палец вверх Подписывайтесь на мой канал Делитесь этим видео С друзьями До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok